Все проселочные дороги в районе Бахмута разбиты передвижением тяжелой гусеничной техники и под постоянным огнем противника. Чтобы добраться на позиции артиллеристов, нужно двигаться на максимальной скорости. Тут в любую секунду можно стать мишенью. Позиции украинских защитников севернее Бахмута максимально приближены к противнику. Здесь командир полевой гаубицы получает десятки боевых заданий в день. Вначале мы принимаем цель. Наводчик бежит, размаскировывает пушку. Принимаю цель, записываю все в блокнот. У него там тоже рация есть. Я прихожу, проверяю на точность и после этого говорю, что готовы к бою. Заряжаем старят и работаем. После выполнения боевого задания сразу маскируют гаубицу снова и бегут в укрытие. Говорят, долго ждать ответа не приходится. Да, это наши выходы были. Это наши выходы были? Нет, это не наши. Не наши? Близко. А что это? Град. Украинские защитники говорят, регулярные поставки боеприпасов на фронт увеличивают интенсивность поражения целей противника. В приоритете пехота противника и колонны военной техники. Работаем в основном по пехоте. Бывает в укрытие едет какая-нибудь колонна. Но в основном по пехоте. Но этим миллиметром бывает попадаем и в танчики хорошо. В самом же Бахмуте, по данным генерального штаба, ситуация критическая. Ожесточенные бои за украинский город продолжаются. В Министерстве обороны говорят, украинские защитники контролируют ситуацию в районе самолет, промышленные, инфраструктурные объекты, а также частный сектор.